Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос, точнее ваш текст. Вы пишите «Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста». Если честно, по прочтению вашего текста, чем вам помочь? Не очень понятно. Не очень понятно, какой именно помощи вы хотите. Ну то есть, своего мужа вы не переделаете, он такой, как он есть. Против его воли заставить его измениться, мягко говоря, не варианты. Запрос на изменения в себе, то есть вот, ну, как бы, как бы, ну вот, запрос, значит, ну, запрос на перемены в себе. А вы, ну, вроде, вроде как, значит, не даете такого запроса. И чего вы ждете от помощи, не очень понятно. От помощи нашей, я имею ввиду. В чем вы видите нашу помощь, и в чем вы видите нашу роль. Это второй момент. Следующий момент, значит, ну, совершенно очевидно, да, что вам нужно, как-то вот, для себя вам нужно сформулировать запрос именно к психологу, вот, чего вы хотели бы от нас. То есть, разобраться в себе, например, значит, гармонизировать отношения, да, и прочее-прочее. То есть, этот момент достаточно важен. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, вы пишете, муж несколько лет обвиняет меня в своих проблемах на работе. Ну, обвинять можно только того, кто сам чувствует себя виноватым. То есть, если у человека, к примеру, получается вас обвинять, то, скорее всего, вы сами чувствуете себя виноватым. Ну, вас и, в общем-то, проскальзывают такие вот нотки, что повиновение, подчинение, да, там, какая-то, вот, угодленность возможна. То есть, чувствуется вот этот вот. Такой, такой момент. Но в любом случае, ключевой аспект ситуации в том, что вы сами чувствуете себя виноватым. Что такое вина? Это долг, требование, обязательство, взятое на себя, ну, помимо своего. Чувство вины, как правило, и с детства, но вполне возможны ситуации, когда чувство вины возникает и в каком-то вот опыте. То есть, ну, в результате определенного опыта, скажем так, вот. И вам нужно определиться самой с тем, считаете ли вы себя виноватым, да. То есть, вот, если у вас, грубо говоря, чувство вины, вот. Если есть, если есть, то в чем оно, это чувство вины, то есть, ну, из-за чего конкретно вы испытываете чувство вины, да, да. И, что вы будете делать с этим дальше, ну, грубо говоря. То есть, вне зависимости от того, что думает человек, да, вне зависимости от того, как, вот, ваш муж, ну, грубо говоря, ведет себя, вне зависимости от этого. А вам нужно определиться со своей позицией. Именно со своей позицией. Вот. Определиться со своей позицией и избавиться от чистого вина. То есть, грубо говоря, это значит взять на себя ответственность за то, что вы хотели, когда уговаривали человека, вот, ну, оставаться. И, собственно, работать в том месте, где он работает сейчас. То есть, это вот такой достаточно важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Когда-то я убедил его не увольняться. Попробовать еще немного, была перспектива, когда работа ему не нравилась. Ну, опять же, что значит убедила, да. То есть, это вот. Здесь, собственно, начинается трудность. Вы его убедились, зачем? Прямо вас не касается его рабочая деятельность. То есть, да, вы можете сказать, ну, как не касается, если мы семья, и он работает, и теперь, и от его дохода зависит мое благосостояние, я с вами согласен. Но одно дело, когда вы делаете, когда вы ставите упор на благосостояние свое, и оперируете именно им, то есть именно благосостояние своим. И совсем другое дело, когда вы прибегаете к конкретным вещам, вот по типу того, что вы сделали. Убедили человека работать там, где он не хотел. Вот. То есть, это вообще-то нарушение личных границ. Но очевидно, что здесь вы и какие-то свои цели преследовали. Вопрос только заключается в том, какие это цели были. Потому что, чего вы хотели. Для чего вы уговорили человека там работать, уговаривали. Но это вам нужно взять за терминственность, за то именно, что вы хотели. То есть, это важно понимать, что вот есть некоторая разница между тем, что вы, допустим, что-то сделали, и вы не несете ответственность за это, и тем, что вы что-то сделали, и отвечаете за свое желание. То есть, вы соглашаете. Мужчина же обвиняет вас скорее всего потому, что вы чувствуете свою вину. Если бы вы, там, свою вину не ощущали, да, если бы вы не чувствовали себя виновата, если бы вы взяли ответственность за, вот, свои желания. То, что было бы более такой, более спокойный, грубо говоря. Дальше. Сейчас он продолжает работу Джарджи, в том, что отрасль у него контракт, он не может в одностороннем порядке уйти. Смотрите, смотрите. Смотрите, Екатерина. Момент здесь какой? Момент здесь такой, что мужчина сам согласился. То есть, вы игнорируете его ответственность за свои поступки, так же как игнорируете свою ответственность за свои поступки. Вы берете ответственность за его жизнь, уговаривая его что-то делать, да, но не несете ответственность за свою жизнь. Вы берете на себя его ответственность, но не отвечаете за себя, не справляетесь со своей ответственностью. И в подобном перекусе ответственность заключается в проблемы с каждой стороны. Потому что когда вы взяли на себя ответственность мужа, когда вы вмешались в его ответственность, вы нарушили баланс и дали мужчине право обвинять вас в том, что происходит. А поскольку вы не несете личный ответственность, то вы действительно чувствуете себя виноватой. Вот получается такая вот косвенная реализация самостоятельного через мужа. Дальше. На протяжении... Да, значит понятно, вы игнорируете его выбор, с вами согласится. На протяжении нескольких лет я слышу, что я виноват во всех его проблемах, я ему испортил жизнь. Ну, надо сказать, что к поиску виноватых следует относиться спокойно, как к очень незрелому победе. Там еще есть виноватые, как правило, люди, когда они крайне незрелые. Вот. Ну или вот, извините меня за такие слова. Или те, кто не несет ответственностью опять же за себя, сам за себя. Вот. Простите, но, как бы я знал, может быть вам это неприятно, но тем не менее. Вот. Такая вот история. Так что, опять же, здесь можно искать виноватых, но как бы толку от этого абсолютно никакого нет и не может быть никакого толку от этого. Так что, это вопрос исключительно, вот, что называется, видимости какой-то вот психологической активности, да. Ну, на самом деле, там, никакой активности там нет, потому что реально ничего не изменится от того, что кто-то будет кого-то обвинять, искать виноватых и всякое такое. Вот. Другой вопрос, считаете ли вы себя виноваты? Это уже другой, более такой важный, на мой взгляд, момент. Потому что, если вы чувствуете себя в себя виноваты, то да, это серьезная проблема с проблемой. Постоянно слышу оскорбление в свой адрес. Я думаю, что здесь проблема несколько глубже. То есть, дело не в том, что вы испортили жизнь мужу, когда уговорили его остаться, ну вот, на работе. А я думаю, что проблема несколько глубже встречается. И вам, вам очень важно сделать анализ отношений, ваших и с вашими родственниками, возможно, родителями, чтобы понять, как так вот у вас получилось, что мужчина может позволить себе вас оскорблять. Это все не случайно. Это все не случайно. Это, скорее всего, проблема с вашей самооценкой. Ну и тем, как вы воспринимаете опять у себя оскорбление и так далее. Не стесняется ребенка. Вот видите, вы можете использовать элементы жертв. Типа вот, он не стесняется ребенка, но он не должен стесняться ребенку. Если ваш мужчина такой, так, что может позволить себе вас оскорбить, то не имеет смысла требовать от него, чтобы он не оскорблял. У него должна быть мотивация вас не оскорблять. Как правило, это уважение. Ну, тут, конечно, есть такая проблема, что человек может не уважать сам себя. Ну, это уже немножко другое. То самое касается ребенка. С чего он должен стесняться ребенка, если вот он такой человек. Дальше. Обижают очень грубыми словами. Екатерина, а как выходит, что вы обижаетесь? Ну, то есть, что он обижает, я понял. А как выходит, что вы обижаетесь? Вот именно вы. То есть, всем вас это обижает. Всем. Далее вы пишете о том, что до развода мне постоянно не хватает одной капли, в время что-то удерживает. А что удерживает? Ну, давайте разберем, что удерживает. Вот вы об этом не пишете. То есть, вам плохо, ребенку плохо, но вас что-то удерживает от развода. Что? Страх? Что? В жизни у нас скачили, вроде все хорошо, но тут опять баба-банка, такая фика, я всю жизнь не испортил, денег не дал. А вы зависимым материалом? Вот мы же, или что? Или что? Что касается эмоциональных скачили, то это проблемы эмоциональной незрелости, низкий уровень эмоционального интеллекта. Это можно скорректировать. За любое неповиновение с моей стороны, если не выполняю его просьбы, ты в вас денег не дам, рука опускается уже. Опять же, не совсем понятно, вы хотите вымолить у него прощение, из-за этого вас опускаются руки, из-за того, что не получается это сделать, или что? Что вы вкладываете в контекст повиновения-неповиновения? То есть, меня этот момент достаточно смущает. Что вы имеете ввиду? Ну все, такая вот история. Мне кажется, что прежде чем разводиться и вообще что-то делать в своей жизни, нужно вам разобраться в себе и как-то подкорректировать свое собственное отношение к себе, может быть. Вот, тогда оно будет гораздо лучше и понятнее, что вам делать. Сейчас вы выглядите довольно-таки потерянные и, мне кажется, что бы вы сейчас не сделали, потом будете жалеть. То есть, вам нужно войти в контакт с собой и несколько гармонизировать свое личное состояние, тогда уже будет легче. Вот. Ну и, опять же, как вы относитесь к ребенку, потому что для ребенка все это, ну как минимум, не полезно. То, что происходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Спасибо. Продолжение следует...